Девушки отдыхают 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 Продав все имущество, в том числе и квартиру, обратившись за помощью к родственникам и небезразличным людям, родителям Марты удалось собрать 150 тысяч долларов. Уплатив первую половину стоимости лечения, родители вместе с малышкой отправились в израильскую клинику. Сейчас подходит время уплатить второй взнос, однако родителям по-прежнему не хватает 50 тысяч долларов. В ситуации дефицита средств последняя надежда на одесситов. Рассказывает по скайпу прямо из лечебной палаты в Израиле мама Марты Наталья Стоянова. В 6 утра анализы, в 9 утра подъем в замкнутом, потом обход врачей где-то к 10 часам, остальное время рисуем, смотрим мультики. Марта уже прошла половину курса и теперь израильские медики говорят, что шансы на выздоровление у девочки довольно неплохие, но очень важно закончить курс лечения. А тем временем маленькая Марта в своем скором выздоровлении не сомневается и уже заказала Деду Морозу подарки на Новый год. Сделать настоящий и самый ценный подарок на Новый год маленькой Марте и помочь ее родителям в сборе средств на лечение может каждый одессит. Реквизиты банковского счета для перечисления финансовой помощи Марте Стояновой есть на наших официальных страничках в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Не оставаться равнодушными просят Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов и Новая Одесса. В уходящем 2012 году Одессу посетило более миллиона гостей. Во всяком случае именно на такой цифре настаивают в Управлении культуры и туризма Одесского горсовета. Подводя итог туристического года в ведомстве, 2012 в целом назвали удачным. Наличие проблем связывает с тем, что целенаправленно с туристами в Одессе работают не так давно. На что именно направлена работа с теми, кто посещает наш город, разбирался Вадим Шпаченко. Трепещите туристические мекки всего мира. В следующем году в Одессе появится Дива Дивная – двухэтажный экскурсионный автобус с открытым верхом. По крайней мере на это очень надеются в Одесском управлении культуры и туризма. Будет ли автобус колесить вперед-назад по Дерибасовской или заедет и на другие улицы, на которых фасады в лучшем случае покрашены до первого этажа, в туристическом департаменте не уточнили. И Шаттлбасс – пилотный проект, который мы начинали и он будет продолжать развиваться. Мы надеемся поставить и туристический маршрут Хопон-Хопов европейский с определенным прописанным маршрутом по городу. Имидж Одессы, как туристического центра, с каждым годом укрепляется, уверяют в туруправлении. Как пример приводят статистику. Количество прибывших в Одессу на пассажирских или круизных лайнерах в этом году составило 61 с копейками тысячу человек, что практически на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. А самой большой популярностью наш город пользуется среди граждан бывшего Советского Союза. Впрочем, в этом вряд ли есть заслуга нынешней власти. Хотя в мэрии упорно продолжают рекламировать свои достижения. В этом году заканчивает свое действие программа развития туризма, которая была принята с 2008 по 2012 год. И уже на сессии была принята программа развития туризма с 2013 по 2015 год, в которой мы заложили именно те шаги, которые позволят развивать все те проекты, которые были заложены уже в этом году. Прикладная польза от всех этих нововведений видна уже сейчас, говорит начальник управления культуры и туризма Татьяна Маркова. В частности, в этом году разработан туристический справочник Одессы и создана горячая информационная линия для гостей. А благодаря созданию туристической инспекции увеличились отчисления гостиниц в городской бюджет. 1% прибыли от проживания туристов теперь направляются в казну города. Хоть какую-то пользу для Одессы от этих отчислений хотели бы увидеть не только чиновники мэрии, но и рядовые горожане. Вадим Шпаченко, Евгений Абраславец, Новая Одесса. Оказать помощь тем, кто в этом особенно нуждается, в преддверии Нового года символично. Тем более, что именно в этот период все ребятишки ждут чуда. В помещении Одесской киностудии в эти минуты проходит благотворительный концерт. Инициаторами мероприятия стали несколько музыкальных групп. Все, что удастся собрать, пойдет детям, которые особенно нуждаются в помощи малообеспеченным, социально незащищенным. На концерте находится наш корреспондент Инна Квасивко. Сейчас она на прямой связи со студией. Узнаем, что происходит в помещении Одесской киностудии из первых уст именно в эти минуты. Инна, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Мы находимся в Одесской киностудии. Сегодня здесь проходит сразу несколько мероприятий. Первая из них – это музыкальный марафон, в котором принимают участие семь одесских команд, молодые команды. И благотворительный сбор средств для детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей из детских домов, интернатов. В качестве входного билета зрителям, слушателям предложено принести средства личной гигиены для детей. Также вещи, игрушки, куклы, констовары. Все то, чем можно помочь деткам обездоленным. Организаторами сего детства выступили сразу несколько общественных организаций, а также объединение «Артель». Рядом со мной лидер молодежного объединения «Артель» Святослав Струцинский. Святослав, скажите, почему решили провести такую благотворительную акцию? Помочь детям, наверное. Да. Чтобы творить добро. На самом деле, те мероприятия, которые вы перечислили, объединены в одно мероприятие. То есть сбор средств приурочен к тому концерту, который проходит сейчас в зале. Эти мероприятия входят в череду девятидневного фестиваля открытого. Сегодня тема музыка. В последующие три дня у нас здесь будут проходить открытые мастер-классы, которые будут вести профессионалы своего дела. Они будут рассказывать о таких направлениях творчества, как фотография, видео, о театре, музыке. Здесь будут представления от Одесского театра на чайной. Здесь будут выступления школы имени Веры Холодной. И все эти люди откликнулись на наше предложение помочь, заинтересовать одесских граждан таким мероприятием, чтобы собрать как можно больше подарков. Эти подарки будут вручены на рождественской ярмарке детям из областных и городских интернатов и приютов. И хотелось бы поблагодарить организации, которые поддержали нас как техническим обеспечением. Это наша сила, наши черемушки. Они предоставили свет и звук. И организация, которая помогла в рекламе, культурометр Одессы, журнал. Большое спасибо им за помощь и поддержку. Конечно же, рождественскую ярмарку организовывает народная церковь. Уже много лет в год благодаря им 10 тысяч детей получают подарки и настоящий праздник в январе. Я также добавлю, что люди, которые приходят сегодня на благотворительный концерт, музыкальный марафон, достаточно охотно заполняют коробки. Я попрошу режиссера показать видео, которое мы подготовили для этого прямого включения. Так вот, заполняют коробки, специально приготовленные для сегодняшнего мероприятия. А также некоторые из них приходят и с целыми огромными пакетами, заполненными вещами, игрушками. То есть всем тем, что может порадовать деток в канун Рождества. Студия. Я напомню, что это была наш корреспондент Инна Классивко. Она находится на Одесской киностудии, где в эти минуты проходит благотворительный марафон, задуманный несколькими творческими коллективами Одессы. Дело действительно благое помочь детям. Ну а далее в этом выпуске прогноз синоптика. Информационный итог дня мы подведем в 21 на нашем канале. Оставайтесь с нами. Прогноз погоди від страхової компанії ТИКОМ. За данными Центру погоди, у четверть 27 грудня очікується хмарна з проясненням погода. Вітер північно-загідний, помірний 3-5 метрів на секунду. Атмосферний тиск у нормі – 760 міліметрів ртутного стопчика. Вологість повітря – 90%. Температура повітря вночі від 0 до 3 градусів морозу, в день – плюс 3, плюс 5 градусів. Дякую за перегляд! Страховая компания ТЭКОМ. Поступай всегда уверенно. Заключив договор автокаска в период с 1 октября по 28 декабря, получите видеорегистратор и другие приятные сюрпризы от страховой компании ТЭКОМ. Страховая компания ТЭКОМ. Уверенность в квадрате. Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону 719 0555. Субтитры создавал DimaTorzok